Всем привет, с вами Нагваль и мы продолжаем играть в Архейдж и сегодня у нас подведение итогов прошедшей недели. Но для начала хотел вам посоветовать ютуб канал OneGamer. На его канале вы найдете множество различных гайдов, обзоров и новостей по таким играм как Блесс Онлайн, Ревелейшн и некоторым другим. Если вас интересует информация по этим играм, то советую подписаться. Видео ежедневник превратился у меня в видео еженедельник, но на то были свои причины. Просто нужно было срочно накопить максимум военных заслуг, а этот процесс очень изматывает, уходит на это очень много свободного времени, поэтому я немного подзабил на ютуб и в целом сосредоточился на накоплении заслуг. Ну в принципе сейчас уже все, как бы срок накопления заслуг подошел к концу, 4000 есть, 100 призывов есть, так что все нормально. Ну и в последние 3 дня в целом я взялся небольшую передышку, в игре почти не нахожусь, поэтому просто отдыхал все это время, ну и думаю до конца недели тоже немножко отдохнуть. Короче вот, как-то так. Так, теперь собственно подведем итоги прошлого крафта, когда я крафтил сапоги соответственно. Так, получилась у меня одна проходочка тогда, насколько вы помните я купил книжечку, нашел на аукционе, ее средняя цена чуть больше 2000 голды. Вот, ну и соответственно скрафтил я себе эрнардские сапоги и получил при распаковке эрнардские сапоги и чародеи. Ну в принципе как бы это проходка потенциальная, если вдруг когда-нибудь введу следующий грейд. Ну а так, по факту это фактически мусор, трехстатовая шмотка, интеллект, силодуха, выносливость, по сути самый бесполезный шмот, который есть из эрнардского намага, поэтому все что остается это либо попробовать ее продать, либо просто сломать на обломки, но цена думаю будет примерно одинаковая. Вот, соответственно в целом получается, что это был фейл, я в минусе где-то 1000 на 5 голды, ну соответственно вот все это время, пока что я там продавал все эти оставшиеся дельфийские шмотки и уже накопил ресурсов еще на 10 сапог, соответственно здесь уже все необходимое есть, полностью все, без остатка, то есть прямо сейчас в принципе я уже могу скрафтить еще 10 дельфийских сапог, чем собственно мы сейчас и займемся. 10 эфирийских проходок, поехали. Теперь идем в мастерскую, будем крафтить дельфийку. Итак, 10 дельфийских матерчатых сапог и начинаем. Так, две шмотки кританули в синий цвет, но при этом ни одной проходочки я не получил от мастерской. Так, ну опять я немножечко лоханулся с количеством ресурсов, ну да ладно. Так, все, теперь соответственно распаковываем все 10 штук и посмотрим что из этого получится, сколько проходок будет на этот раз. И точь-точь как в прошлый раз, сразу с первого раза проходочка в Эрнар. Так, отлично, одна проходка уже есть, это круто, значит я уже не в таком минусе как мог быть, если бы их не было вообще этих проходок. Так, ладно, проехали, идем дальше. Хранитель. Ну скажу так, по своим наблюдениям, из всех шмотов, которые продал в прошлый раз из 10, лучше всего продаются именно шмотки-хранители. У меня их было 2 и их опять купили у меня, причем купили их с рук. Вот, и все, остальные там мудрецов, целителей, почему-то не покупают, но не знаю, видимо не очень актуальный шмот. Так, оккультист. Мудрец. Давай-ка чародейку еще пару штук мне сделай. Магистр. Магистр, фигня. Еще один магистр. Миссионер. Ну вот, нахилая, естественно, что может быть хороший шмот. Еще магистр это, господи, дай ты мне чародея, ну пожалуйста. Ну-у-у. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Чародей, ес. Две проходки, Вернард. Две проходки из 10 шмоток уже есть. Круто. Ох, я рад, если честно, я очень рад. Идем дальше, последняя шмоточка, что она нам даст. и еще один чередей нет миссионер миссионер фигня так выносливость сила духа такс это в принципе можно продать я думаю миссионер в прошлый раз я не продавал и почему-то их сломал сразу почему-то посчитал что они плохие так мудрец не продаст у нас магистр на скрыти тоже не продастся магистр миссионер магистр вот эти четыре шмотки можно попробовать продать эти можно уже сразу смело ломать на лоскуты и две проходочки варнард соответственно уже две попытки у меня будут сделать сапоги мудреца эрнардовский вот ну пока что на этом что касалось крафта все нужно накопить как минимум тысяч пять голды чтобы сделать вернард следующий вот что у нас там по ресурсам будет это на 6 этих тканей купить две книжечки ну нормально такс но теперь поговорим немножечко о том что происходило вообще за последнюю неделю что в целом изменилось и такс награду за 25 дней нам выдали вот такую труночку в которой можно было сменить статуи в своем костюме неудачный стат поменять вот и я соответственно поменял и получил вместо шанса крита в дальнем бою выпала дальность обнаружения вскрытых существ шило нам было так сказать но в принципе в следующем месяце обновятся акции соответственно вот эту штучку можно будет купить еще одну и будет еще одна попытка вот что я хочу выбить это тут принципе много параметров так из всех статов сколько меня устроит это раз получаем урон дальше дополнительный урон заклинатели 2 сила заклинаний 3 скорость каста 4 восприимчивость к исцелению 5 и физ защита 6 то бишь 6 статов которые меня вполне могут устроить вот но если честно больше всего я хочу именно восприимчивость к исцелению так как у меня есть некоторые планы вообще на вот этот вот параметр восприимчивость и к исцелению но не просто так я хочу собрать 4 шмотки мудреца вот но об этом поговорим позже уже я думаю сделать отдельный видос сообщить зачем мне нужно это восприимчивость к исцелению что он вообще дает и разберем максимально подробно вот так ну и немного информации для тех кто интересуется так сказать политической жизнью на нашем сервере но у меня если честно язык с трудом поворачивается называть это политикой все-таки это игра и обычные игроки здесь играют политика это слишком громкое слово для этого дела вот но в целом так или иначе это так называемая политика и так что у нас изменилось принципе ничего особенного фракция же skype как и прежде все еще рулит на сервере но у нас появилась так называемая оппозиция несколько и восточных гильдий которые решили скажем так отдать отпор этой фракции это у нас гильдия семья и файт клуб но в целом гильдия семья если честно не совсем непонятно с чего вдруг они так ополчились на же skype вроде как раньше насколько я всегда помню они практически бегали за ручку с ними а сейчас вроде как не поделили рб не поделили дам далифийцев у кого ли там еще что-то короче говоря сейчас они точно не вместе но как по мне же skype хоть и зеленые для востока но нихрена не союзники насколько я знаю и гопают и покажет восточников налево направо без разбора единственное что насколько мне известно можно лизнуть одно место главе этой фракции и вас будет нейтралитет либо союз ну и тому подобное ну собственно как и обычные происходит в таких ситуациях вот ну что я могу сказать эти две гильдии семья и fat club и вроде как пытаются противостоять же skype вроде бы как им подыгрывать некоторые западные гильдии но это скорее на уровне слухов так как фактов у меня особых нет вот поэтому дезинформацию плодить особо я здесь не буду вот ну чисто мое мнение по этому поводу как уже говорили некоторые что типа если рискаем не нужен этот союз то на кое-хер они тогда бросают предложение о союзе каждую неделю ну а если бросили союз то будьте добры сами соблюдать этот союз без каких-то особых условий с какие-то терки с определенными гильдиями то это как правило с определенными гильдиями они совсем востоком в целом ну как мне кажется рискаю слишком долго правит на этом сервере немножечко как говорится тихо шифером шурша крыша едет не спеша начинают перегибать планку в некоторых аспектах игры и потихоньку забывать что первым делом они играют с людьми они с пикселями вот как то так ну вот собственно как то так в целом я не хочу влезать в эти дебри политический как ты говорил мне на все это дело пофиг вся моя игра это пару раз в день сходить какие-нибудь данжики там на тоже даскшир нарасую изредка и все поэтому мне в целом пофиг как говорится моя хата с краю ничего не знаю на этом все всем спасибо за просмотр с вами был нагваль всем пока и и и и и и и и